Медицинский центр Призма Константин Иванович, вы как человек опытный на фоне произошедших событий, расскажите нам, почему Россия решила поиграть в цену на нефть? Потому что вот я сегодня с утра прямо пробегала там основные аналитические статьи разных экономистов, в том числе российских. Вот Владислав Наземцев написал очень интересную вещь, что когда обрушался Советский Союз, если так конспирологически подумать, то вот он называет, что в 1986 году цена за баррель была 14 долларов, а в 90-е годы, в 1990 году 23,7. Но и так как Россия вдруг стала играть достаточно резко, то возникла идея, что во что хочет поиграть Россия? Я думаю, в данном случае было желание попытаться занять большую нишу на рынке, на международном рынке нефтепродуктов. Но в данном случае это, как мне кажется, не сработает. Почему? Потому что традиционно Россия, которая не входит в состав ОПЕК, пытается на фоне сокращения добычи для того, чтобы поддерживать уровень цены на международных рынках, быть в стороне и не ограничивать себя в плане добычи и экспортных возможностей. Но Саудовская Аравия, у которой расходы на добычу очень низкие, в этот раз решила, что в такие игры она России играть не позволит. У них совпадает, кстати, у Саудовской Аравии и у России еще один дополнительный интерес – это выбить из международного рынка Соединенные Штаты, которые сейчас являются одним из самых крупных производителей нефти благодаря сланцевому газу, сланцевой нефти. Но там стоимость добычи буквально в 10 раз выше, чем у Саудовской Аравии. Поэтому, снижая цену, небольшие американские компании будут вынуждены приостановить, как говорится, свою работу. Но и здесь, опять же, ситуация несколько изменилась, поскольку эти небольшие компании уже в течение 4 лет испытывают большие трудности, и их постепенно выкупают и уже в значительной степени выкупили крупные международные нефтяные гиганты. Поэтому они, конечно, приостановят добычу, но как только цена вернется на какой-то разумный уровень, все повторится. Цены на нефть выше 50 долларов, максимум в 60 уже больше не будет. Но как долго будет эта низкая цена, 30 с чем-то долларов, а она, как прогнозируют, может упасть до 20, причем в ближайшее время никто не берется сказать, поскольку тут очень много других факторов. Это потребление нефти Китаем, крупнейший, конечно, потребитель. Насколько эпидемия коронавируса скажется нами, наш народной экономикой, будем ли мы жить во время великой рецессии, великого спада, великого кризиса, или же к лету все выровняется, но пока никто не берется сказать на то, что вся эта ситуация с эпидемией коронавируса и нежеланием России договориться с Саудовской Аравией, призвела к соединению двух факторов, серьезно подорвавшие фондовые рынки. И, не знаю, наверное, в конце дня мы узнаем, насколько американские основные показатели здесь упали. То, что они имеют тенденцию падать дальше, тоже, наверное, очевидно. Это пошатнет положение Трампа в преддверии надвигающихся выборов президентских? Ему было так комфортно, он практически почивал уже на лаврах? Нет, естественно, возникает сейчас много вопросов относительно его способности эффективно управлять страной, отвечать на те вызовы, с которыми сталкиваются, неожиданно для всех крупнейшая в мире страна. Если падение экономики будет очень заметным и приведет к потере рабочих мест и к сокращению, думаю, у него будет очень и очень серьезная проблема. Дело в том, что у него и сейчас они довольно существенные. А нам тут кажется, что у него рейтинг зашкаливает, все замечательно. Давайте о существовых проблемах Трампа, это интересно. Нет, ну, по всем опросам избирателей потенциальных, США больше половины не одобряют деятельность Трампа на посту президента. Он, конечно же, рассчитывает на то, что он сумеет победить в ключевых штатах, которые как бы не закрашены в один цвет, которые могут в один цикл голосовать за демократов, в другой цикл могут перейти к республиканцам. У него это удалось в прошлый раз. Но дело в том, что эмоции, заангажированность тех, кто либо любит Трампа, причем надо говорить не то, что одобряет, а просто искренне его поддерживает, причем на высоком эмоциональном, скажем, уровне. И тех, кто его просто ненавидит, в общем, это где-то 50 на 50. Борьба в США идет не столько за эти 40 и 40, сколько те 15, 20, 10 процентов неопределившихся. И, конечно же, экономическая ситуация очень серьезно направляет на мнение и желание именно голосовать за того или иного кандидата именно этой группы. Вот вся эта история с нефтью, ценой на нефть, это игра в геополитику или это экономические? Мне кажется, мы, наверное, здесь, в Украине, в России, в других странах, на всех уровнях очень часто преувеличиваем способность мировых лидеров, политических деятелей что-то рассчитывать на долго вперед. Многие решения, по крайней мере, это мой опыт, принимаются достаточно эмоционально, и они могли идти как в одну, так и в другую сторону. Здесь попытались повторить то, что когда-то срабатывало, если мы говорим о нефтяных всех делах, но не учитывали, что сейчас в Саудовской Аравии тоже молодой, эмоциональный, арестовавший несколько близких ему людей. Резкий кронпринц, который, видимо, решил, что надо один раз и навсегда, или, по крайней мере, надолго проучить Россию. Те западные страны, они уговаривают российское руководство, постарайтесь не делать этого, мы бы хотели бы, а тут просто сразу, резко, без слов перешли к делу. Конечно, наверное, мало кто ожидал именно такого решения. Риада, почему? Потому что она тоже имеет очень существенную цену для Саудовской Аравии. Там большие расходы социальные. Им, точно так же, как и России, желательно иметь цену на нефть порядка 80 долларов за баррель. Что практически недостижимо. Что уже недостижимо, но у них все же население поменьше, запасы валютные достаточно внушительные, поэтому такой разворот можно было предположить. Но, видимо, сочли, что ничего страшного, мы тоже сможем побороться. Но это может оказаться крайне сложным сценарием для России. И думаю, что в интересах Москвы, конечно, договариваться о том, чтобы каким-то образом выйти из этой ситуации. Но тут, опять же, возникает эмоциональная составляющая. Представляющая. Кто, когда начнет такие, как говорится, уступки. Кто пойдет на договоренность. Каким образом это показать своему населению. Каким образом это будет восприниматься тем же Трампом. Для американцев тут есть баланс. Потому что, с одной стороны, пострадает нефтяная промышленность существенно. Американская. Да, американская. Но при этом цены на бензин, на дизель для автомобилей существенно снизятся. Для него этот минус полностью перекрывается плюсом для того, чтобы задобрить избирателя. Так что, я думаю, что американцы, особенно в это, как говорится, тягиваться в этот спор не будут. Их устроит любой выход. Поэтому, в данном случае, объективно, ситуация где-то подыгрывает Трампу. Вот вы сказали, сложный сценарий для России. Что вы имели в виду? Ну, дело в том, что ситуация экономическая не самая блестящая сегодня. И непоступление существенных недобор в бюджет может, если не через несколько недель, но через какое-то количество времени, сказаться на общих настроениях в России. Как и в любой другой стране, где существующие программы приходится сокращать. И я думаю, что это так же, как и для любой другой страны, на фоне общего экономического, если не кризиса, то падения, прежде всего в Китае, может и сказаться на целом ряде секторов российской экономики. Украина точно так же будет страдать не от падения цены на нефть, для нас это плюс. Но насколько мы сможем при этом воспользоваться экономией на импорте энергоносителей для сохранения своих экспортных рынков, очень большой вопрос, поскольку потребление большинства украинских экспортных товаров тоже будет сокращаться, если ситуация в мировой экономике не стабилизируется. Вот непростой сложный сценарий для России он может привести Путина в ситуацию, когда он несколько ослабит хватку, скажем, в Турции или в Украине, и тогда станет более договороспособным. Или наоборот? Ну, мне кажется, что если бы просчитывались экономические плюсы и минусы, наверное, не начинала бы Россия так активно втягиваться в конфликты, которые имеют как политическую, так и сутоэкономическую высокую цену для России как государства, для российского народа. Но представление о том, что величие России состоит именно в том, чтобы быть внешне сильной и способной разрушать любые планы в кавычках западных врагов, довольно преобладающая, я бы тебе сказал, теория, но тема, которая захватывает не только верхушку политическую, но и, как мы видим, довольно многих рядовых российских граждан. Поэтому просто так отказаться от того, что подается, как большие победы, будет сложно. Ну, теперь, если позволите, давайте перенесемся немножко в Соединенные Штаты Америки, потому что, похоже, ну, я не знаю, вы-то, может быть, ожидали, что у Байдена все будет замечательно, но, по крайней мере, у нас тут складывается в студии иногда впечатление, что, а вдруг Сандерс, а вдруг вот Байден аут, и тогда... Ну, похоже, не аут, похоже, у него все хорошо и выглядит так, что, наверное, Байден будет конкурентом. И дело даже не в самом Байдене, а дело в том, чем это может для Украины закончиться, потому что вспоминаем назначение специального прокурора, который теперь будет ответственен за все дела и вопросы, касающиеся Украины, а вы, как человек, который провели много лет в Америке, знаете, как работает американская политическая машина, я думаю, она не сильно изменилась, наверное, по большому счету, с тех пор, хотя вы, может, меня побраете. Так все-таки вот для Украины то, что Байден, вероятно, станет конкурентом Трампа, это проблема или нет? И чувствуете ли вы, что мы начинаем играть на какой-то из сторон, или все-таки мы дистанцируемся? Ну, попытка президента Зеленского быть вне этой схватки, она вполне естественна, потому что... И она продолжается, то есть продолжается политика дистанцирования от сутополитической схватки в Вашингтоне и в Соединенных Штатах. Но, к сожалению, и предыдущий президент, и нынешний слишком уже втянулись в эту тематику раньше. И сейчас будет сложно полностью нейтрализовать намерение многих с двух сторон, нас втянуть в том, чтобы получить, чтобы они, их кандидаты, получили преимущество. Но, скажем, Трамп уже не будет звонить и требовать расследования. И так все понимают, что он этого ожидает. То, что в Сенате США начнется расследование деятельности сына Байдена в Украине, уже это практически становится фактом. То есть эти шаги буквально вот этими днями были инициированы, и у меня нет сомнений, что это будет тоже раскручиваться по максимуму, хотя нет никаких доказательств сегодня того, что сын Байдена делал что-то незаконное с точки зрения американского права. Ну да, получал высокую зарплату. Да, вроде как бы, в чем его обвиняют, у него нет квалификации, но если посмотреть на членов правления наших государственных компаний, я бы не сказал, что все они такие уж квалифицированные, а получают, ну, может быть, меньше, но не принципиально. То есть тут будет вопрос в этом. С точки зрения того, насколько далеко зайдут те или иные политические активисты в США, в этом плане, ну, надо понимать, что на всякое действие есть противодействие. Уже сейчас звучат предостережения со стороны демократов, но уж если вы займетесь детьми, то мы займемся детьми Трампа, и мало вам не покажется. Ну, это будет, конечно, еще одна драма, где весь мир будет запасаться попкорном. Но на самом деле я не думаю, что это будет основной козырь в политической борьбе. По сути, будет противостоять два видения Америки. И одно видение состоит в том, что слишком долго элита наслаждалась своей бесспорной возможностью всем руководить и оставила простых людей за бортом процветания. Ну, потому что средний класс остался где-то на том же уровне, что и 20-30 лет назад, если отбросить инфляцию, если отбросить реальный уровень жизни. То есть у молодежи нет уверенности в том, что вступая в какой-то продуктивный этап своей жизни, они смогут решить то, что было очень важно для их родителей. Купить дом, создать семью, обеспечить высшее образование, если есть желание у ребенка. Все это становится все сложнее и сложнее. А в то же время предлагается довольно просто решать любые проблемы, как это предлагает Трамп. Есть другая часть, которая уже насладилась в кавычках работой Трампа и считает, что надо возвращаться к чему-то более разумному, прогнозируемому. Ну, к Сандерсу, например. Нет, это, в общем-то, другая сторона медали. Но похоже, что демократы, по крайней мере в большинстве своем, не готовы к такого рода радикальным решениям, которые предлагает Сандерс. В общем-то, как по мне, он предлагает разумные вещи. Он, по сути, предлагает построить, ну, конечно же, не в полной мере, но такое же общество или, по крайней мере, внедрить многое из того, что было наработано в той же Дании, Швеции. И он это воспринимает как социализм. Но слово «социалист» настолько негативно было закрашено в течение всей послевоенной, после Второй мировой войны истории Соединенных Штатов, что уже само предложение вроде бы разумных вещей, оно вызывает отторжение у слишком многих американцев. И это преодолеть, видимо, ему не удастся. Хотя, ну, давайте посмотрим. Мы все вот в Украине критикуем свою Конституцию, или, по крайней мере, есть люди, которые ее критикуют. Но если посмотреть на Конституцию США, это просто невообразимая какая-то арханит. Мы вот этот корпус избирателей, когда-то, 250 лет назад, это, может быть, и было разумно, но сейчас получается, что можно выиграть выборы с перевесом 3 миллиона голосов. Как Клинтон. Но при этом ты проигрываешь по штатам. Насколько это соответствует правилу кардинальному, значит, один избиратель, один голос, и не более того, вопрос, наверное, открытый. Но менять пока в США мало кто готов так вот кардинально, как предлагает Сандерс. Поэтому между Трампом и Байденом будет, в общем, существенное различие в подходах. И что, наверное, не очень устраивает Россию, это то, что Байден, конечно, более жестко относится к политике России на постсоветском пространстве, в той же Сирии. Ну, подождите, но ведь политика Обамы не была уж такой, ну, скажем так, жестко по отношению к России. Или все-таки была, вот вы мне скажите. Нет, она, на мой взгляд, не была действительно жесткой, но это больше отражало позицию самого Обамы. То есть это не была политика демократов? Нет, ну, каждый президент играет во внешней политике президент Соединенных Штатов довольно существенную роль. И, как показывает Трамп сейчас, даже если все вокруг считают что-то за совершенно неприемлемое, а Трамп считает наоборот, будет по-крупному так, как он скажет. Ну, Байден же на это не способен. Вы скажите честно. Дело в том, что Байден никогда лично не имел возможности принимать такие решения. Он, насколько я знаю, насколько я знаю, я когда-то, когда был послом, достаточно близко дружил с его очень важным, но, наверное, ключевым помощником, и должен сказать, что с его слова это очень решительный человек, очень жесткий человек. Поэтому, если он станет президентом, да, он будет более прогнозируемый, он будет более понятен, но то, что если он займет жесткую позицию, все выстроятся и будут ей следовать. США перебросили тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit на португальские Азорские острова и таким образом подтверждают приверженность европейским партнерам. Мы помним, что случилось на Мюнхенской конференции, мы помним прекрасно и заявление Макрона, которое уже там длятся где-то полгода, где он говорит, что штаты ненадежный союзник, и тут можно даже в союзники России убрать. Мы помним заявление о Германии, вот последняя статья была тоже специально даже вот для вас заложила European Council on Foreign Relations Норберт Рюткин, я не знаю, знаком он вам или нет, он тоже дал ответ Макрону и тоже сказал, что по большому счету Европа должна опираться на себя и брать здесь союзники Польшу. И последнее время вообще складывалось такое впечатление, что как будто вот Европа должна строить свою какую-то, армию свою, какую-то систему, я не знаю, там security, какую-то особенную зону для себя, вот какое-то такое впечатление создавалось, да. Но тем не менее выступление вдруг Пампео, где он сказал, что Запад един как никогда на Мюнхенской конференции, по-моему, он был единый, кто там это произнес. Вот вы расскажите нам, пожалуйста, на самом деле, что происходит с вот этой вот западной единой системой вот этой безопасности, насколько НАТО сегодня надежный партнер, насколько все это крепко, как сказал Пампео. Да нет, естественно, там колоссальные проблемы внутренние, ведь по сути НАТО не приходилось сталкиваться с реальной угрозой для государств-членов. А сейчас возникает, по крайней мере, возникает сценарий, когда такая угроза может возникать и довольно быстро. Я не верю в то, что европейцы в ближайшее время способны создать отдельный от американцев оборонный потенциал. Почему? Потому что для этого необходим единый центр принятия решений, его нет. Франция может стать таким центром? Франция просто по размерам своей экономики, по тем проблемам, которые существуют внутри страны, просто не способна это сделать. Ну, что такое, почему Соединенные Штаты — это сверхдержава? Это не только, естественно, ядерный потенциал колоссальнейший, но это возможность проецировать силу в любой точке мира. Это означает, что надо иметь сотни и сотни военно-транспортных самолетов, которые могут перебросить существенные силы в любую точку мира. Это означает, что надо иметь не один авианосец, как Франция, и то небольшой, а иметь их 14, 12, 13. Но это совершенно несоизмеримый потенциал возможности разведки, в том числе космической, которая покрывает все основные регионы мира, где могут вознявать любые угрозы. Опять же, кроме Соединенных Штатов, ни у кого такого потенциала нет. И поэтому Франция может играть такую же роль, как, словно говоря, Россия в Сирии. Может. Она играет эту роль, очень важную, в Северной Африке, где она может относительно небольшими силами сдерживать террористов, помогать местным правительствам в решении вопросов безопасности, которые влияют и на миграционные потоки. Но создать вместе с Германией, или, скажем, я даже не знаю, где теперь Британия в этом всем раскладе. Хороший вопрос, да. Поскольку британцы считаются наиболее, скажем, эффективной армией Европы вместе с Францией. А вот с немцами серьезная проблема, поскольку я сам с удивлением узнал, что на самом деле у них настолько система прозора наша, то есть прозрачных закупок дошла настолько далеко, что месяцами не могут закупить запасные части для истребителей, что летают там всего небольшой процент от самолетов, которые должны быть на постоянном боевом дежурстве. То есть количество такого рода проблем, их слишком много для того, чтобы без США решать проблему безопасности. И на самом деле серьезные люди, да, говорить они готовы, но знают, что сделать, наверное, ничего не удастся. Кстати, эти разговоры про европейскую армию, про собственный потенциал, они ведутся уже десятилетиями. Но как только доходит дело до выделения средств, все почему-то забывают о своих намерениях и обещаниях. Ну, американцы пропорционируют, то есть часть бюджета, которая выделяется на оборону, она больше, чем у любой другой страны, члена НАТО. У нас в гостях был недавно Андерс Аслан, который сказал, что если Трамп выиграет президентство во второй раз, то он развалит НАТО, и вообще непонятно, что будет с западной стеной. Ну, Андерс, он человек, который... То есть вы считаете, что не развалит НАТО Трамп? Вот так я переформулирую тогда вопрос. Нет, то, что у него потенциал есть, конечно, существенный, и исключать, как у нас говорят. У НАТО или у Трампа? У Трампа. Но все же будем надеяться... Нет, точно надеяться, но просто он очень много заявляет, очень много радикальных вещей, но как-то, когда доходит до края, останавливается. Поэтому не думаю, что такой сценарий реальный, но то, что он будет настаивать жестко на том, что европейцы должны нести свою часть бремени на оборону, об этом тоже сомнений нет. То, что он, наверное, постарается сократить присутствие американских наземных войск в Европе, тоже у меня сомнений не вызывает. Но то, что при этом генералы в Пентагоне будут планировать возможность быстрого возвращения на европейский континент в случае необходимости, у меня тоже не вызывает никаких тоже сомнений. Ну и самое главное, мы не знаем, кто изберется. Поэтому что мы будем сейчас судить, что будет делать Трамп после выборов? Да. Мы же хотим немножко какой-то конспирологии, прогнозирования. То да. Дело в том, что предсказать, что будет делать Трамп, когда не будет главного сдерживающего для него фактора необходимости переизбираться, конечно, могут быть любые теории, и их можно вполне аргументированно обосновать. Но как-то, знаете, не по себе. Вот интересно. Давайте себе представим какой-то сценарий на этот год. Насколько война, торговая война США с Китаем будет важной? И насколько в этом смысле Россия может быть союзником для кого-то? Почему я об этом спрашиваю? Потому что ведь Украина, она вот где-то in between сейчас, да? Она и не под одним зонтиком, но вот Россия уже у нас на территории стоит, да? И пока не ясно, что с нами. Наши видения тоже пока слабо читаются. А что хочет нас Америка, ну, кроме того, что может быть материалы на Байдена, пока тоже до конца непонятно. Чего ждать от Европы, вот тоже не ясно. Вот вы для себя же рисуете какую-то эту картину, правда? Вот у вас какое впечатление складывается? Мы сближаемся с Россией или нет? Будет ли Трамп отстаивать Украину или нет? И в какой степени это возможно? Или все-таки так или иначе мы будем двигаться к какой-то условной Ялте-2, где просто нам скажут, отлично, ребята, все очень хорошо, вы все равно не вступите в НАТО, давайте вы с этим согласитесь на ближайшее время. Я знаю, вы были представителем при НАТО. Вот, и давайте пока вот там нейтралитет или сделаем вид, где-то там тихонечко остановим эту непонятную как войну на Донбассе. Вот как вы себе видите эту картину, ну, по крайней мере, в этом году? Ну, пока есть определяющий фактор выборов в Соединенных Штатах, именно под этим ракурсом администрация Белого Дома будет определять то, что ей нужно будет делать как минимум до ноября. Здесь слишком много того, что не поддается измерению. Ну, например? Ну, тот же самый, та же самая эпидемия. Ее развитие может быть по разным сценариям. Если, как надеется и публично заявляет Трамп, станет тепло и все рассосется, это одна ситуация. Если же будет развиваться в самих Соединенных Штатах по сценарию Италии, это будет совершенно другая картина. Соответственно, сейчас говорить о том, каким образом торговые войны будут развиваться, опять же, надо смотреть через призму и ситуации на нефтяном рынке и коронавирусом, ее развитие. Поэтому многое может меняться из того, что казалось вот еще буквально пару месяцев достаточно прогнозируемым. Ну, для Трампа очень важно было выполнить обещание вывести войска из Афганистана. Он пошел на беспрецедентный шаг, подписал соглашение с Талибаном, которое, конечно, Талибан будет выполнять так, как они и всегда выполняют, поскольку... То есть не будет выполнять? Будут выполнять относительно американцев, американских войск. Наверное, постараются. Хотя и это будет сложно. Но то, что они не отказались от плана вернуться во власть, а это будет так или иначе восприниматься, если не как поражение, то как минимум отступление Соединенных Штатов от того, на что они вложили столько жизни и буквально не то, что миллиарды, сотни миллиардов долларов абсолютно впустую получается. Поэтому я думаю, что для Америки Украина, для нынешнего руководства Соединенных Штатов, Украина представляет интерес только с точки зрения влияния, потенциала влиять на возможности получить какие-то аргументы в предвыборной борьбе. Ничего другого я не ожидаю. Но я и не ожидаю и худшего. Я не ожидаю ни сокращения помощи, поскольку тут есть двухпартийная поддержка. Я не ожидаю... Мы добавим слово «пока» или нет? Дело в том, что если после выборов... Но учитывая, что такая поддержка уже была продемонстрирована достаточно ярко в Конгрессе, мне кажется, что было бы неразумно, естественно, даже после выборов, даже получив новый мандат и имея очень мало ограничений во внешней политике, Трампу отказываться от этого. Но еще раз повторюсь, мы имеем дело с особым политиком в особый исторический период, когда говорить однозначно, что может быть, ну, по крайней мере, я не берусь. В ближайшее время я не вижу никаких особенных изменений. Вряд ли будет назначен какой-то специальный представитель как Вокер по вопросам мирного регулирования конфликта. Да ладно, представитель посла-то может назначат? Это знаковая вещь или нет, вот вы мне скажите? Знаете, почему не назначают посла, как мне объяснили те, кто... Только не говорите, что боится народ ехать. Нет, нет, не в этом дело. Боится Трамп, боится Трамп того, чтобы Украина опять возникала в контексте его разговора. Если назначать посла, его надо представлять в Сенат. А, утверждать процесс утверждения. Демократы начинают задавать все те же самые вопросы, которые мы слышали во время импичмента, когда была процедура. Этого он хочет избежать. Именно из-за этого откладывается и откладывается. И неизвестно, когда, когда, наконец, они перейдут от обсуждения возможных кандидатур к представлению, наверное, вот такой сценарий, мы с ним должны будем жить. И поэтому и роль, когда вот у нас многие говорят, что американцы тут всем заправляют, ну, сложно заправлять на уровне третьего секретаря или даже советников. Без посла, как бы... Как без рук практически. Ну, это серьезнейший, как говорится, сигнал, что, наверное, не до нас. Поэтому... А вот это вот замечание очень интересное, которое звучит неоднократно, из Уст-Трампа, из Уст-Пампео, вы там договоритесь с Владимиром? Если что, на двоих сообразите и нормально, мы со всем согласны? Да, да. То есть вы считаете, что они согласны? Что они готовы к тому, что мы договоримся? Они исходят из того, что, ну, наверное, никто не собирается здесь стрелять себя в ногу. Ну, ни нынешний президент, ни кто бы не пришел ему на замену. А что такое стрелять себе в ногу? Стрелять себя в ногу – это когда ты пытаешься играть с оружием, которым не умеешь пользоваться. Вот и получается, что можешь отстрелить себе палец. Нет, это мы понимаем, а вот по конкретнее, если можно. А в данном случае, ну, конечно же, вопрос о мирном урегулировании, то есть восстановлении мира, территориальной целостности, и возвращение территории является приоритетом для президента Зеленского. Это то, что он обещал, и ему надо решать этот принципиально важный для страны вопрос. Но условия для решения, находится ключ для решения, находится в Москве. Москва выдвигает требования, которые не воспринимаются значительной частью украинского общества. Поэтому он пытается убедить Москву через свои каналы, что все же и Минские соглашения надо корректировать, и создавать условия для того, чтобы договоренность, которая будет достигнута, была воспринята, ну, как минимум нейтрально, желательно нейтрально, или с минимальными какими-то потрясениями внутри страны. Американцы пробовали с Вокером посодействовать. Ничего из этого, как мы знаем, не получилось. В течение многих и многих месяцев, больше года, если не двух, не было встречи Вокера с Сурковым. Сейчас нет ни Вокера, ни Суркова. Как бы пришли два новых представителя достаточно высокого уровня. И это Ермак, и Козак. Но прогресса тоже нет на самом-то деле. Американцы не могут за нас решать эти вопросы. Они могут оказывать какое-то содействие, но рассчитывать в ближайшее время на то, что они устроят новый Дейтон или еще что-то в этом духе не приходится. Поэтому все равно мы никуда не денемся, нам придется договариваться с Москвой. Это будет сложнейшее испытание для тех, кто будет в этом задействован. Они не будут нам мешать? Нет, ну, знаете как, это или помогать, или мешать. Потому что у меня создалось такое странное впечатление. Вот я вспомнила Минусхевскую конференцию «12 шагов», и я вспомнила, как отреагировали, ну, скажем, американские представители Синктенка, вот так я их назову, наверное. То есть реакция была мгновенной, четкой, ясной и понятной. И потом у меня было интервью с Джоном Хербсом, буквально сразу на следующий день, и оно было достаточно жестким, потому что вот из того, что мне сказал Джонс, издалось впечатление, что вот выполняйте Минские, когда он напрямую спросил, так что же нам делать? Он говорит, выполняйте Минские соглашения до тех пор, пока это не нарушает ваш суверенитет. И что делать с таким ответом? Ну, дело в том, что Хербст еще ряд опытных американских дипломатов пытались еще раньше отработать наиболее приемлемый сценарий решения вопроса восстановления мира в контексте Минских соглашений. Это Расмус он, который был? Нет, нет, не с этим. Мы, по сути, уже два года назад собирались, где от Украины, в общем, я принимал участие, Немерия принимал участие и Гриценко. Но тогда удалось отработать какую-то позицию, которая не была распространена публично, но, тем не менее, на наш взгляд, и на взгляд тех, кто, в том числе из России, могло бы быть каким-то отправным пунктом для достижения какого-то прогресса. То есть это была американская идея? Нет, это не американская. Ну, они двигали ее, по крайней мере. Они, это были европейцы, были французы, немцы, был этот тот же Ишингер. Но мы видим, что даже попытки значительно более скромные отойти от того, что вызывает отторжение в Минских соглашениях, вызывают серьезную реакцию здесь, в Украине. И именно поэтому, в общем, оценивая ситуацию внутри страны, тот же, те же бывшие послы американские в Украине, они понимают, насколько это опасно. Вот этот баланс между тем, что, возможно, только проявив политическую волю, то есть, по сути, положив на алтарь свой рейтинг, свои какие-то дальнейшие перспективы политические для достижения искомой цели. И вообще, возможности это реализовать, даже если ты положишь на алтарь свой рейтинг, вот это непростая задача, на которую нет простого ответа. Те, кто рисует какие-то те или иные формулы или упрощенно предлагает просто все решить вот так, как там записано, они это делают со стороны, как бы не неся ответственности за то, за что придется отвечать в случае, если здесь внутри пойдет развитие по самому, скажем, острому сценарию. Иными словами, нам нужно определиться внутри, насколько важен мир и что для этого мы готовы, чем готовы пожертвовать. Без жертв, к сожалению, не удастся. Или тогда надо... То есть, цена вопроса. Цена вопроса. И надо понимать, какая тогда альтернатива. Альтернатива, если, ну, как у нас многие, наверное, считают, что просто заморозив конфликт, мы можем дальше развиваться, дальше двигаться, дальше совершенствоваться, создав мощную экономику, мы станем привлекательны для тех, кто в это время где-то там будет находиться и страдать от экономического упадка, то такой сценарий, конечно, возможен. Только при желании России, на секундочку. Вот именно. Без этого пока. Если только действительно Россия будет подыгрывать в этом субботе. Но ожидать этого не приходится, судя по тому всему. Поэтому важно, чтобы не только здесь, в Украине, но и наши западные партнеры понимали, что замораживание конфликта несет в себя угрозы его размораживания по очень, как говорится, жаркому сценарию. В любой момент могут возникать какие-то события, обстоятельства, даже неконтролируемые, из Киева или Москвы, которые могут призвести к возобновлению полномасштабных боевых действий. А они, как известно, непредсказуемые могут привести к катастрофе. Поэтому катастрофа может напрямую привести к очень серьезным последствиям для Европы, как такой. Мы уже видим, к чему привела сирийская война. Поэтому привлечь более активно европейцев и после выборов американцев, я думаю, это первостепенная задача. С одной стороны, нам надо самим договариваться, но нам надо привлекать как можно больше друзей, для того, чтобы они помогали нам убедить ту же самую Москву в том, что это не в их интересах продолжать этот конфликт. Потому что пока что у них ощущение, что они могут и подождать и год, и два. То есть им спешить некуда? Ну, это, мне кажется, ошибочная позиция с точки зрения реальных долгосрочных интересов России. Но опять же, как ты формулируешь эти интересы? Когда вот у нас тут же, не только у нас, да везде, говорят о национальных интересах, вот национальные интересы, прежде всего, но их надо формулировать, а формулируют их разные политики по-разному. И иногда это прямо противоречащие какие-то тезы. И тут, когда есть консенсус в отношении приоритета национальной политики, и тогда и национальные интересы легче защищать. А когда идет разброд в отношении их понимания, то возникают проблемы в проведении любой политики. Но, я думаю, возможности эти будут. У нас вот этот год, он год неструктурированных отношений. Это звучит интригующе, я бы даже так сказала. Ну, потому что пришел Трамп, который начал ставить под сомнение те стрижали, на которых учились, которые воспринимали как абсолютную данность большинство политиков мирового уровня. действительно вопрос, зачем нам НАТО? Вообще вот нам НАТО. А чем мы не можем использовать ядерное оружие? Ну, кто-то задавал когда-то такие вопросы. Даже сама постановка, хотя она не ведет к каким-то решениям, уже создает трепет. Ну, да. Ну, я рассчитываю, надеюсь, что какая-то более вразумительная и понятная линия поведения в международных отношениях выкристаллизируется к концу этого года. Почему? Потому что так или иначе завершится Brexit. Так или иначе, наверное, решится вопрос с тем, кто будет вместо Меркеля. Вы думаете, оно уйдет в этом году? Или думаете, что преемник уже так ослабит ее влияние на эту страну? Нет, даже не то, что ослабит, но будет понятно, какая будет политика уже с этим более или менее. Но, кстати, вопрос с преемниками, это дело такое в Германии как-то. Ну, везде. Знаете, есть история, когда был же сверхпопулярный в начале прошлого века президент США Теодор Рузвельт. Ну, он отбыл, по сути, два срока. Хотя первый раз он в результате смерти своего был вице-президентом, но практически все четыре года был, почти. И собирался, то есть вопрос его все обговаривали. Ну, настолько удачно. Колоссальные программы у него были, эволюционные, можно сказать, налогообложения впервые. И очень много сделал. Он по скромности решил, да нет, вот так вот, как приблизительно в России Владимир Владимирович сказал, давайте изберем моего вице-президента. Ну, и рассчитывал, что он будет всем управлять. Вот буквально не прошло ни пару месяцев, когда сказал, что вообще его духу тут не было. И уже на выборы, по сути, было выборы на троих. И победил тогда президент Вильсон, а уже Розвельд никогда не вернулся. То есть, конечно же, предсказать полностью, как будет себя вести тот или иной политик, сложно. Во всяком случае, если у него есть свое мнение, свои какие-то убеждения, он поставил, нравится их реализовать. если он уже показал, что у него есть какие-то реперные точки, от которых он отходить не будет, все же ты будешь понимать, что коридор, в рамках которого он может двигаться, будет все же понятен и достаточно ограничен. Тогда легче на что-то выходить. Поэтому мне кажется, что это время для того, чтобы проводить политику, основанную не только на глубоких знаниях, но и понимании того, чем мотивируются те, с кем ты имеешь дело. Ну, наивность тут неуместна. Представление о том, что ты пришел и можешь все решить по-другому, должно быть мотивацией для активных поисков решений, но не для неоправданной самоуверенности, что ты знаешь все. Вот это беда многих, кто приходил на волне популизма или на волне каких-то новых обстоятельств. Вот мне кажется, что у нас сейчас происходит именно это взросление, которое, мы будем надеяться, будет достаточно проходить сжатые сроки и будет результативным. Последний вопрос. Не могу вас отпустить без ответа на него. Что это было с Гардианом? Вы мне скажите. Я несколько раз возвращалась и пыталась понять. Я, наверное, воздержусь от комментариев, поэтому мне одно могу сказать, что кадровая политика, она иногда имеет такое же значение, как и те принципиальные предложения, какие-то реформы, которые ты предлагаешь. Если ты будешь предлагать самое, самое лучшее решение, но поставишь человека ограниченного, неопытного или просто глупого, то и копейки за эти реформы не стоит давать. В данном случае, я думаю, что давно назрел вопрос о том, кто должен быть представлять президента в решении вопросов с масс-медиа. Но это так. Это решение, которое надо принимать, исходя из того, что ты хочешь, как говорится, подавать миру. Мне показалось, что если и выходить на какое-то международное издание, то тогда, во-первых, а стоит думать на какое? Одно дело быть на обложке «Тайм», а другое дело «Гардиан». Но, может быть, для нашей публики это не имеет значения, а с точки зрения влияния того, как будет восприниматься твой выход. А только поделитесь, поделитесь, поделитесь. «Тайм» — это круто, а «Гардиан» — ну… Ну, «Гардиан» — это… Ну, как? Я просто думаю, как вы сейчас дипломатично выйдете из этой ситуации? Нет, ну, естественно, наверное, «Гардиан» все… Знаете, я, наверное, лучше переформулирую. Это не просто фотосессия. Это большие, очень серьезные сигналы, как тебя будут воспринимать те, кто смотрит не только на заявление, но на и внешнее оформление того, как ты представляешь себя в мире. И к этому надо подходить очень внимательно и… и очень взвешенно. Ну, давайте не будем говорить сейчас, скажем, о банковой, о президенте, но вот, когда предыдущий премьер прокатился на самокате по кабинету министров по нашему зданию правительства, то, наверное, ему казалось это очень круто, очень современно и замечательно. Но в результате к нему прилепился вот этот вот ярлык какого-то человека, ну, скажем, ну, для многих несерьезного, как минимум, скажем. Надо ли это было, зачем это было, было это продумано или нет. Я очень сомневаюсь, что это было такое… А показаться, покрасоваться, наверное, очень хотелось. И конечно же, надо быть человеком открытым, современным, надо пользоваться всеми современными возможностями привлекать внимание. Для чего? Для того, чтобы получить как можно более широкую поддержку тому, что ты хочешь сделать, а не для того, чтобы ты кому-то просто нравился. А вот Guardian, они вот так вот с размаху стукнули-то за что? Это у них так они специально это сделали вообще? Ну, мне трудно сказать. Дело в том, что… и название, и фотографии, и все. Это просто… Как я сказал? На этом мы заканчиваем интервью с Константином Грищенко, который, конечно же, дипломатично ушел от последнего вопроса. Хотелось бы еще покопаться, но я же знаю, он уже дальше ничего не скажет. Спасибо большое, Константин Иванович. Константин Грищенко был гостем прямого эфира на Укрой Афтивизы, что мы ему страшно благодарны. Вы оставайтесь с нами, мы продолжаем прямые эфиры, и, конечно, наш друг и партнер Медицинский центр «Призма». Благодарю вас.